Алексей Борисович, продолжая тему, о чем сейчас мы говорили с коллегами из Узбекистана и Казахстана, и вы до этого уже тоже заявляли о том, что планируете в дальнейшем продолжать активную работу, а о каких конкретных проектах может идти речь двумя странами, и о каких цифрах объема наращивания экспорта газа может идти речь? Знаете, очень хороший вопрос. Все дело в том, что мы и с нашими казахскими, узбекскими, киргизскими коллегами работаем в течение очень многих десятилетий, и действительно у нас очень серьезный багаж совместных проектов и направлений сотрудничества. Однако, именно в текущий период времени мы находимся на новом рубеже. Вы знаете, мы под наше сотрудничество подводим долгосрочную договорную базу. И горизонт нашего сотрудничества мы определили с нашими коллегами из Казахстана, из Узбекистана, из Киргизстана 15 лет. Поэтому, если говорить о том, на какой срок, на какой период мы ставим цели, то эти цели на 15 лет. И те встречи, переговоры, которые уже состоялись и еще состоятся на площадке нашего нынешнего форума, они направлены на то, чтобы в текущий период времени подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизстаном на 15 лет вперед, на 15 лет вперед поставить цели. Коллеги говорили, как высокими темпами развивается их экономика. То есть, вы понимаете, на 15 лет это амбициозные цели. И, конечно же, это значит, что мы обсуждаем, и это находится в наших планах, дальнейшее расширение поставок российского газа, расширение газотранспортных мощностей на территории Казахстана по системе магистральных газопроводов «Средняя Азия-Центр». Однако, я хотел бы отметить, что это касается не только транзитных мощностей, о транзитных мощностях мы, кстати, говорим и с нашими узбекскими коллегами тоже. Я хотел бы отметить, что это касается и непосредственно поставок российского газа потребителям в этих странах. Кроме этого, здесь прозвучало ряд тем, которые как и для России, так и для этих стран, и для Казахстана, и для Узбекистана, и для Киргизистана являются актуальными, как и для нас. Это газификация. Это газификация, и мы сейчас, в текущий период времени, как раз задаемся вопросом о том, что мы могли бы в рамках программы газификации в этих странах работать совместно. Это и те возможности, которые у нас уже есть в Киргизистане с 2014 года. Это, конечно же, понимание дополнительных объемов поставок газа в Узбекистан. Но я хотел бы здесь отметить и то, что мы с Казахстаном имеем очень притяженную границу. И, конечно же, система магистральных газопроводов Средний Азио-Центр – это только один из газотранспортных коридоров. Есть и другие газотранспортные коридоры. Например, существующие газотранспортные коридоры Бухара-Урал, которые выходят также на территорию Узбекистана. И кроме анализа того, что мы будем делать в течение ближайших лет в рамках реконструкции газопроводов Средний Азио-Центр, мы также смотрим на существующий газотранспортный коридор Бухара-Урал, а также и на новые газотранспортные маршруты, которые могут появиться. Роман Васильевич сказал о том, что система газотранспортная Казахстана очень разветвленная. Но мы знаем, что с учетом протяженной границы очень многие регионы Казахстана ограничат непосредственно с регионами Российской Федерации. И, конечно же, экономически эффективно и выгодно посмотреть возможность газоснабжения и обеспечения газификации северных районов, северо-восточных районов Казахстана с территории России. И для этого рассматривать уже новые газотранспортные маршруты, в частности, маршрут, который бы предполагал газификацию Астаны. Могу сказать, что такой маршрут в настоящее время у нас уже находится в совместной проработке, уже выполнена технико-экономический анализ, не технико-экономическое обоснование, а технико-экономический анализ. И, в частности, те встречи, которые у нас запланированы на нынешнем форуме, в том числе, будут посвящены обсуждению и этого маршрута. Поэтому горизонт, который мы определяем, горизонт долгосрочный, цели полагания. Теперь подводим под этот долгосрочный горизонт юридически обязывающую договорную базу. И самое главное, конечно же, расширяем спектр направлений нашего сотрудничества. Я могу сказать, что если мы говорим о направлениях нашей совместной работы, то это абсолютно все возможные направления сотрудничества в газовой сфере. И не только в газовой сфере, но это и газопереработка, это и нефтяная отрасль. Поэтому мы понимаем, что в самое ближайшее время уровень сотрудничества между Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном выйдет еще на более высокий уровень в области топливно-энергетического комплекса. Алексей Валерьевич, уточню один момент. Вы говорите про те проекты, которые есть с этими тремя странами. Я правильно понимаю, что может быть речь идти в том числе и о транзите через их территорию еще другим, третьим странам? Да, такая возможность тоже существует. Когда мы говорили, мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства. То, что касается, подчеркиваю, в первую очередь, конечно же, это потребности этих стран, наших партнеров, наших друзей. Но вы правильно отметили, такая возможность тоже есть. Продолжение следует...